Дорогие друзья, всем привет из Канады! Сегодня очередной видеопримерок на осень, аутфиты. И сегодня будем наряжаться в кожу. Ну, не в настоящую кожу, в кожзаменитель, но это не важно на самом деле, потому что сейчас это тренд, уже несколько лет, по-моему, уже года два, наверное, прям так бушует тренд кожаных изделий. Натуральная кожа, кожзам, не важно, кто что любит, кто что может себе позволить финансово и по моральным, монетическим нормам, потому что многие люди отказались натуральной кожи, перешли на эко-кожу, как это называется. Я ношу и то, и другое, у меня есть все. Я ни от чего не отказываюсь, потому что, ну, не важно, не об этом сейчас речь. Может быть, почему, я вам расскажу в другом видео. Давайте будем делать примерки. И сегодня у нас будет Total кожаные луки или почти кожаные, ну, в общем, вы увидите, я вам покажу. Хочу сказать еще вот что, что я, в принципе, совершенно спокойно могу носить кожаные вещи. Мне в них не жарко, я в них не потею, не брею. Не все это могут, не все это любят, поэтому, как бы, вот, кто не любит, ну, тот не любит. А, девочки, кто любит, оставайтесь со мной и давайте смотреть мои образы, мои луки и мои аутфиты. Итак, мой первый аутфит, мой первый образ, это кожаная юбка и такая курточка косухая, коротенькая и черный джемпер, потому что вы видите, что цветов уже и так много, так что, как бы, я решила уже здесь ничего такого цветного не надевать. Это юбка кожаная, хотя вот она просто выглядит такая юбка из цветочек, но из ткани, но на самом деле это кожа, кожзам, конечно. И куртка тоже. По поводу обуви хочу сказать, что я надела из ткани такие полуботиночки бордовые, бордово-сиреневые в цвет вот куртки. И попыталась я сочетать все эти цвета, сейчас я вам покажу. В принципе, в качестве обуви можно носить абсолютно все. Это может быть обувь кожаная, может быть обувь вот из ткани, как у меня вот сейчас, но в принципе ничего не возбраняется. Также сумки. Я уже не стала заморачиваться сумкой и украшениями, по той причине у меня там зеркало немножко, видите, мигает в углу. Это я отсвечиваюсь в зеркале, какое-то странное движение, не пугайте. Так вот, сумка просто можно подбирать в цвет или подбирать в контрастную сумку, украшения тоже. Здесь как бы сейчас идея кожи с кожей, поэтому сумка и обувь не так важна. Хотя в принципе обувь просто вот какая-то обувь, которая подходит цвету. Это может быть кожа, еще раз повторюсь, это может быть вот когда в случае из ткани такие полуботинки. И я вот захотелось мне посочетать вот эта косуха, она здесь черно-сиреневая и юбка черная с такими немножко голубыми и такими немножко даже не знаю какого цвета цветами. Что-то такое есть красно-сиренево-бордовое в этом, мне кажется, это вместе сочетается хорошо. По поводу косух, еще вот что хочу сказать, что сейчас, кстати, в моде как маленькие такие вот узенькие косухи, так и большие такие объемные оверсайзные. Зависят от того, с чем вы надеваете ее. Если это какое-то узкое платье, обтягивающее, очень облегающее, то лучше всего, конечно, надеть сверху косуху оверсайз. Тогда это будет выглядеть более актуально, а если вы надеваете что-то, допустим, широкая юбка или какое-то широкое платье, например, платье буху какое-то такое, знаете, летящее с валанами, то вполне-вполне уместно надеть вот такую вот маленькую курточку косуху, узенькую, коротенькую. И, по-моему, выглядеть это будет неплохо, как мы все знаем, что тренды и антитренды – это вещи носительные, то есть все зависит от того, как носить и с чем это все сочетать. Ну, вот такой у меня получился образ, по-моему, симпатичный. Аутфит номер два, тоже юбка. Пока что мы пошли по юбкам, потом будут брюки, честное слово. Это тоже юбка из кожи. Ну, девочки, кожа, вы понимаете, я говорю, кожа под кожей, я понимаю кожа. Сделана она из... под змею. Я что-то долго думала, что это под крокодила. Но потом, присмотревшись, подумав хорошо, я поняла, что это змея. Самая настоящая змея, удав-питон. Вот, она тоже такая расклешенная, очень похожа на ту предыдущую, только, в принципе, другой расцветки. Да, у вас цветочек, а это вот под удалом. И сверху я надела ментоловый, ментоловый цвет такой топ. Я купила его в прошлом, по-моему, году или позапрошлом, я не помню, в Заре. И, в принципе, я его могу носить вот так вот, как я его ношу, как топ, а можно носить его как верхнее что-то. То есть, если его расстегнуть, а там внизу надеть что-то, там, допустим, какую-то маечку на швечках, и расстегнувший его, он получается у вас как верхний топ, потому что, в принципе, кожа позволяет, знаете, играться. Это можно, может быть, как курточка такая легкая, можно из нее изображаться, можно просто как топ. Мне кажется, что как-то перекликаются цветовые сочетания, потому что здесь такое, она такая черно-зеленая, и ментоловый цвет сверху как-то он немножко... Я поставила телефон на штатив с кольцом световым и забыла свет включить. Снимаю, и вроде ничего, а потом думаю, ой, что-то темно у меня. Сейчас включила свет, и мне кажется, что стало темнее как-то. Я не знаю, я со светом очень-очень у меня плохие отношения, и вообще, мне кажется, что до этого было лучше. Ну, посмотрим. Так вот, что я хотела сказать. Я хотела сказать, что этот цвет ментоловый, нежный такой пастельный цвет, он, в принципе, немножко гасит вот эту ядовитую змею, потому что цвет мало того, что под змею юбка, она еще такая черная с таким зеленым, болотным таким зеленым цветом, который, в принципе, такой довольно такой злой, ядовитый, и вот это вот сочетание, мне кажется, неплохо. А ботинки я надела просто тоже черные из ткани, это тоже ткань, кстати, с открытым носом. Помните, я вам снимала и говорила, что вроде как они уже из мод вышли, но у меня есть, я ношу, и, в принципе, мне нравится. Вот, и тоже из ткани, такие полуботиночки, как бы, можно и кожаные черные, скорее всего, потому что это, кажется, немножко много цветов разных всяких, по-моему, неплохо тоже. Следующий аутфит, у меня есть такое платье из кожзамо, похоже на мои юбки, у меня вообще очень много похожих фасонов. Вот юбки такие расклешенные, платья такие расклешенные, вот здесь узенькие, а здесь такие. Ну, мне идет такой фасон, опять же, для фигуры груша, это идеальный фасон, девочки, поверьте моему опыту, но, во всяком случае, то, что я ношу, то, что мне нравится. И оно на кнопках, поясом, пояс этот шел вместе с платьем, и к нему я надела замшевые такие коричневые сапоги, очень похожи по цвету под это платье. Ну, как бы немножко смягчить замши, вообще смягчает кожу, вот если их вместе носить, сумку можно взять замшевые или под замш, и, в принципе, ну, так, немножко, знаете, потому что вот кожа, это такой довольно агрессивный, это довольно агрессивная такая, ну, скажем так, форма одежды. Ну, чтобы носить кожу, знаете, кроме того, что это не всегда удобно, не на любую погоду, конечно же, только зимой я ношу, осенью, летом ни-ни, но, кроме всем прочего, это такое, знаете, нужно очень аккуратно, во-первых, выбирать место, куда вы идете в этой одежде, а, во-вторых, фасон, потому что вот такой фасон, например, очень такой, знаете, нейтрально, такое платье-рубашка, скромненько, такое, знаете, все закрыто, все такое, ни ноги, ни грудь, ничего нет. Не видно, немножко рук. В принципе, нормально, но если кожаная вещь, и она, как бы, очень такая открытое платье, или какое-то очень короткое, это уже совершенно другая история, и носить это можно в совершенно определенных местах. В принципе, вот такой вот фасон можно носить куда угодно, можно носить даже на работу, то есть, конечно, можно на работу, если вы, конечно, в состоянии 8 часов высидеть в кожаной одежде. И не в запрете. Одно неудобство в этом платье, что оно с коротким рукавом, и есть два варианта. Под него можно надеть что-то с длинным рукавом, типа тонкого свитера, или тонкий какой-то, или какую-то рубашку, чтобы в руках торчало, в принципе, было, ну, как потепление немножко рукам. И плюс ко всему, к телу, может быть, приятнее надеть что-то, а не вот эту вот кожаную, кожаную сброю. Вот, но кому как. В общем, если вам больше нравится, как бы, что-то надевать к телу, то, конечно, можно что-то надеть какой-то топик с зеленым рукавом, чтобы создать рукав. А можно надеть сверху вот такую кожаную курточку, она зеленого цвета, а зеленая с таким карамельным коричневым вообще классное сочетание, мне кажется. И она такая, у нее большой рукав широкий, она такая вообще себе просторная, то есть вот платье такой бублигон, а это куртка такая, она короткая, но она довольно объемная такая, широкая. В принципе, ее можно носить тоже как самостоятельную рубашку, если застегнуть. Смотрите. Ее, в принципе, тоже можно носить как самостоятельный, как топ. А если надеть вниз какие-то брюки, джинсы, ну, у нее, знаете, такая длина, немножко такая сложная. То есть, если у вас вот бедра, так скажем, не идеальные, то с брюками, с джинсами будет немножко проблематично, потому что это будет как бы, мне кажется, что вот это вот сверху широкая, а здесь вот обтяжка, вот эти вот проблемные зоны, все. Все это не очень хорошо и красиво, а вот если вот так вот ее расстегнуть, то как курточку верхнюю вполне, вполне можно носить, по-моему, даже лучше. Следующий милдфит, это платье. Тоже из кожзама синего цвета, все-все-все вот так вот идет на кнопках. Очень красиво лежит по фигуре, потому что за счет вот этих вот складок, которые здесь у него в центре сделаны, как бы на, ну, собранные, оно как-то так красиво облегает. Я хочу сказать, что кожзам, он часто растягивается. То есть, если вы как бы вот, вот на самом, в всяком случае, это платье я надевала, и я чувствовала, что он как бы такой немножко стретч, знаете, немножко тянется. Но, конечно, надо с этим быть осторожным, потому что все эти кнопки где-то сел, и вы знаете, как это все, когда мы сидим, это все выглядит немножко по-другому, и мы как бы немножко... Можно бы область в неловкую ситуацию, потому что они, в принципе, я предпочитаю пуговицы, если честно, вот на платьях, на таких вот вещах, на юбках. Вот если оно все идет на застежке, то лучше пуговицы. Они, по крайней мере, не отстреливают в самом неподходящем моменте, не раскрываются, не расстегиваются. Но очень часто вот такие вот платья и юбки, они сделаны именно на кнопках. Ну, я не знаю, может быть, это более легче надевать, легче снимать, так раз, и все, расстегнулось, но проблема в том, что оно расстегивается тогда, когда не надо, на самом деле. Особенно, когда мы садимся. Ну, оставим эту тему, будем про эстетику. Значит, я оставила это платье с теми же карамельными замшевыми сапогами. Сейчас я вам объясню почему, потому что по причине того, что я его хочу сочетать с карамельным пиджаком из кожзава тоже. И сапоги очень подходят по цвету к пиджаку, который я сейчас надену сверну. Что хочу сказать, девочки? Эта тема не для всех. Кожа на кожу. Во-первых, не все это будут носить и с эстетической точки зрения. Может быть, кому-то это не нравится, может быть, кто-то думает, что это too much. Потому что, еще раз повторюсь, кожа это довольно агрессивная такая одежда. Ну, не агрессивная, а агрессивно выглядящий вид одежды не для всех. Вообще многие кожу не любят носить как одежду. Плюс ко всему кожа на кожу создает такое, знаете, состояние бани и парилки. Что тоже не все любят, не всем нравится. Но если вы можете, если вам нравится, если вас это не смущает и с эстетической точки зрения, и с физиологической, так скажем, точки зрения, то в принципе, почему бы и нет. Можно же носить шелк на шелк, шерсть на шерсть. Я не знаю, мех на мех. Вряд ли, но возможно, да. Так почему нельзя носить кожу на кожу? В принципе, мне кажется, с эстетической точки зрения, это довольно неплохо. Но вот насчет физиологии, это, конечно, каждому решать. Каждый решит для себя, кому как нравится, не нравится, можно ли это выдержать долго. Потому что для некоторых это как бы такое ощущение немножко такой сауны на теле. Еще один аутфит, это кожная юбка, свитер и платье, жакет, пальто из кожзама, который, в принципе, это может быть как платье, а можно носить как верхнюю одежду. Юбка сделана тоже из кожзама, такого ментолового цвета, свитер такого же примерно цвета, как и юбка. В прошлом году было очень модно вот эти вот фасоны вот такие вот под грудь отрезанные, которые делают такие, знаете, ваши формы раза в три больше, чем они есть на самом деле. Мне не очень это нравится, просто он хорошо подходит по цвету, вот под эту юбку. И сверху вот это вот платье, платье-плащ, такого темно-зеленого болотного цвета. И оставила я те же самые коричневые замшевые сапоги карамельные, потому что, ну, немножко оттенить. В принципе, они такого нейтрального цвета, что они подходят под все. Плюс еще раз повторюсь, они замшевые, поэтому они довольно-таки, ну, как бы немножко снижают градус вот этой кожаности, добавляют мягкости образу вашему аутфиту. И, в принципе, такой цвет, что вот с зеленым, с ментоловым они хорошо сочетаются. А на самом деле вот это вот все внизу, это ментол и такой темно-зеленый болотный плащ. Но это не плащ, на самом деле, это платье, у него есть пояс, его можно тоже завязать. Вот тут, кстати, пуговицы, здесь не кнопки, чему я очень рада, потому что, по крайней мере, есть гарантия, что это все не расстегнется в неподходящую минуту. И, а на юбке как раз, ну, но юбка такая, знаете, не узкая в облегон, а как раз такая широкая, клешная, поэтому со складками, со сборками, поэтому, в принципе, шанс, что это все расстегнется, тоже маловато. Ну, а вот так вот вместе это выглядит. Два цвета, которые очень, по-моему, неплохо сочетаются друг с другом. Все время хочется положить руки в карманы, но карманов здесь нет. Пытаюсь найти. КОНЕЦ Следующий аутфит, очень рискованный образ девочки, черный крокодил, total black, total крокодил. Я обычно так вместе не ношу. Эти, как бы, вещи, это костюм, но я обычно ношу его не друг с другом. Я обычно ношу брюки отдельно, жакет отдельно, если даже ношу их вместе, то жакет расстегиваю и надеваю что-то вниз, чтобы, ну, немножко разбавить вот это вот все. Но сегодня решила рискнуть просто ради интереса и ради куражу, что называется. Да, конечно, это довольно рискованный, довольно такой агрессивный образ, не всегда его можно надеть, не везде, не всем. Но попробовать можно поиграться со всем этим, это прям такой рок-н-ролл, рок-н-ролл. Ну, знаете, вот нужно еще что-то в заклепках под это все, ботинки, например, в заклепках. Я, кстати, не стала, я надела обычные из ткани, вот те же самые из ткани полуботиночки вниз, черный цвет вот всего костюма, чтобы уже не делать это прям таким действительно рок-н-роллом. Я немножко сама от себя в шоке, если честно, как это все выглядит. Но на самом деле, за счет того, что это черный цвет, оно как бы не очень вызывающее, но, конечно, довольно-таки, ну, такое. Но интересно, правда же, мне кажется, что попробовать поиграться, ведь мода и наряды наши, это же все игра. И, в общем-то, как бы, мы же не меняемся от того, что мы надеваем что-то на себя, какую-то одежду, которая, может быть, кому-то не нравится, вам нравится. Человек-то остается тем же самым. Просто если я надела вот такой вот тотал-блэк костюм черного крокодила, моя, так сказать, человеческая природа не изменилась. И люди, которые меня любят и знают, они продолжают меня любить и знать, поэтому одежда – это просто чисто такая оболочка и чистая игра. Поэтому к этому надо относиться легко, не придаваться тому слишком много значения, относиться к этому именно как к игре, именно как к такой забаве, развлечению, которое, знаете, делает нашу жизнь немножечко более интересной, веселой. Если вы любите это, то, в принципе, можно себе позволить иногда, опять же, как говорит Великий Рогов, правила уместности. И если вы идете в какое-то место, куда можно так одеться, то почему бы так не одеться? Я, например, на работу так не пойду. Вернее, я могу надеть такой костюм на работу, если я вместе надену какой-нибудь свитер и вот эту верхнюю куртку я расстегну и сделаю ее просто как куртку. Ну, приду на работу и ее сниму, останусь в брюках и в свитере, тогда окей. Ну, потому что, да, это немножечко такое, знаете, для работы. У нас нет дресс-кода, ну, в принципе, вернее, есть дресс-код, он не очень строгий, но, в принципе, как бы все как-то пытаются соблюдать и выглядеть не слишком, ну, может быть, вызывающе. Хотя, я думаю, что мне даже никто ничего не скажет, если я так приду. Главное, чтобы все было прикрыто, все места, которые должны быть прикрыты. Ну, и этот образ, наверное, мой самый любимый, потому что он очень такой, знаете, осенний, очень домашний, очень приятные цвета, очень такой, знаете, мягкий, уютный. И, несмотря на то, что это кожа, в нем нет никакой агрессии абсолютно, значит, это у меня такая, как рубашка-жакет из кожи и кожаные бежевые брюки. И бежевый свитер я надела светлый, молочные брюки, молочный свитер и ботиночки я надела под цвет, под цвет рубашки, под цвет жакета верхнего, вот такие вот тоже карамельного цвета. Очень мне нравится самой, мне самой, очень нравится это сочетание, по-моему, очень хорошо получилось, такой все мягкий, брюки очень вот эти мягкие, и жакет очень мягкий по качеству, и приятный свитер. В общем, по-моему, сочетание получилось очень симпатичное, и очень такое осеннее. Как раз такие хорошие осенние цвета на раннюю осень. Вообще, карамельный цвет с молочным очень красиво сочетается. Да, хорошо, нравится мне это все. Светленькую сумочку можно взять к этому, или под цвет. Да, собственно, можно любую сумку, потому что такие цвета, что можно любого цвета, можно даже яркую какую-то сумку, чтобы немножко разбавить. Зависит от того, в каком вы настроении, и что вы хотите сегодня надеть. И ботиночки, по-моему, вот карамельные под цвет рубашки, этой блузы, блузы, рубашка, пиджак, жакет, не знаю, очень хорошо вписались. В принципе, сюда можно и светлые под цвет брюк, чтобы как бы вот удлинить ноги. Считается, что если брюки и обувь одного цвета, это удлиняет ноги, но я подумала, что это скучно, а так будет веселее. Играет музыка Все, друзья мои, на этом закончим. Я надеюсь, что вам понравилось, я надеюсь, что вам было интересно, я надеюсь, что вы взяли что-то на вооружение, или возьмете, если вы, в принципе, любите кожу, если вы можете ходить в двух слоях кожи, как я могу. Я вот могу, если честно, мне не мешает ничего, но люди, опять же, повторюсь, разные, и у всех разные ощущения и физиология. Увидимся в следующем видео. С вами была ваша Дита из Канады. Спасибо вам за лайки, спасибо вам за комментарии, за просмотры. Очень ценю, очень вас всех люблю, всем отвечаю на все комментарии. Все, пока-пока. Bye-bye.